Футбольный клуб «Акрон» 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 что-то другое. И у меня с этим были определенные проблемы среди болельщиков. Балтика то же самое. Поэтому, если ты готов адаптироваться, каждый раз приходится адаптироваться. Есть вещи принципиальные, как парадигма определенного мышления, особенно в плане общения человеческого. Не тактики, не каких-то вещей таких специфических, а то, как ты себя ведешь с людьми. Это основная вещь, как ты можешь заразить людей на какие-то свершения, на какие-то достижения. Если ты можешь достучаться до тех людей, которые находятся в клубе или в городе, ну, потому что клуб — это не только 10-15 человек. Это те люди, которые помогают клубу, это болельщики. Если ты сможешь с ними выстроить хорошую коммуникацию, то результат не заставит себя ждать. Потому что ты будешь находиться в комфортной атмосфере. Если ты компетент, ты должен быть компетентнее в своей непосредственной работе на поле, на тренировочном процессе. Если у тебя есть эти данные, компетенции есть, то тебе самое главное — это коммуникация среда. Ты должен очень комфортно чувствовать себя в этой обстановке. Условно говоря, жара плюс 40 градусов — это Кубань. Ты должен уметь там находиться на жаре. Планирование тренировок, специфические люди. Калининград — это другой, это запад полный, это фактически западный город, бывший Кёнигсберг. Там совершенно другие люди. Каждое интервью должно быть бить именно в этих людей. Они должны тебя четко понимать. Мои слова должны попадать им в правильное русло. В Тольятти какие люди? Ну, здесь мне проще, потому что я здесь играл два года, 20 лет назад. И я уже очень многих знал. То есть у меня достались друзья даже, которые 20 лет назад мы общались, которые там музыку делают на автомобиле. Вот это все осталось. И мне здесь проще. Меня очень многие знают. Меня многие ребята помнят, как я еще играл здесь. Поэтому с точки зрения людей мне здесь проще. Я как бы коммуницирую легко вне футбола. А сложность была, это то, что новый клуб. Абсолютно без истории, абсолютно без традиций определенных. Да, ну, пять лет клубу. Какие могут зародиться такие традиции. Но огромный вклад. И, наверное, это фигура владельца. Потому что там, какой ты сам, ты таких людей притягиваешь. Вот здесь клуб, который... Самое большое достижение клуба, не сейчас, результаты, кубка, а, на мой взгляд, персонал вообще. Не только вот там самой команды основной, а вот те, кто находятся в офисе. Это вот хорошие люди просто. И тебе хочется на работу идти. Там водители, отличные ребята, которые готовы там подставить руку, спину в любой локоть, в любой ситуации. Там женщины, которые стирают нашу форму, женщины, которые на ресепшн сидят, которые каждый видит. Ты же видишь, когда к тебе транслируют любовь. Да, и такое... Но все равно это не везде работает. Человеческие отношения работают везде, а не самое главное. Это то, что потом остальное поджигает. Я имею в виду результат. Результат множества примеров, когда едва не идеальная атмосфера в клубе, в коллективе, но это не подкрепляется футбольными результатами. Все хотят понять, почему происходит такое чудо с Акроном. Вот, ну, то, что было в прошлом сезоне в розыгрыше Кубка России, это было чудом. Мы привыкли, что команды, которые ниже уровнем, они могут раз, обыграть два, но когда против московской команды творилось что-то фееричное, все смотрели и ждали. А как? Куда? Вот вы до финала дойдете, не дойдете? Что будет за этим стоять? Сейчас вы в лидерах. Вы отстаете, вот, на тот момент, когда мы пишем интервью, от первого места, от Тюмени, ну, совсем на чуть-чуть, при том, что еще недавно лидировали, и тот спад, ну, или не спад, да, вот те сложности, которые были у команды по ходу сезона, мы видели, как Акрон выправил и вновь вернулся в группу лидеров стремительно и вроде бы незаметно, безболезненно. И все хотят понять, что происходит, потому что состав с именами, да, много опытных игроков по российским меркам, но вот пришли вы, и что-то загорелось. Вот как это, что это? Это вот в данном моменте все сложилось в единое целое? Ну, вы правильно сказали, что компетентный состав для тренера. Тренер сам ничего не может сделать, если у тебя нет соответствующих игроков. Наверное, надо быть, ну, если предельно честным, откровенным, то уровень футбола в России деградирует, регресс серьезный происходит. Вот, и на этом фоне, за счет того, что некачественный отбор, то есть не все лучшие игроки играют в высшей лиге, ну, в пример лиге. Колоссальное влияние агентов, которые определяют большинство, какой футболист попадет. То есть, если в лучшей лиге страны играют лучшие игроки, соответственно, да, это определенный уровень один. А если там не все лучшие, куда они попадают? Они попадают в лигу ниже. Так вот, мы когда играли с торпедо, мы даже спорили с тренером, я считал, что наш состав, ну, ни в коем случае не уступает торпедо. И это так, потому что у нас играло два игрока, на всякий случай, один из самых талантливых игроков 96-го года, два чемпиона Европы. Вот, и поэтому, как бы тут, допустим, проход торпедо не являлся для нас какой-то там сверхзадачей. Да, это, естественно, всегда трудно сделать, потому что там другой ритм немножко. Но глобально это правда. Соответственно, сейчас тоже я могу сказать такую, тоже честную вещь. Мы их как команда прибавили чуть-чуть, а лига деградировала сильно. Почему? Потому что 58 игроков из первой лиги попали сейчас в высшую лигу. Соответственно, эти 58 были лучшие на тот момент в прошлом сезоне в первой лиге. Мы восполнили их, вся лига восполнила их игроками из молодежных, первых, второго дивизиона. То есть еще лига как бы просила. Я не верю в какой-то баланс. Я верю, что в спорте высших достижений, в профессиональном спорте ты можешь только либо двигаться вверх, как только ты остановился, следующий шаг будет не на плато, а вниз. Попробую не то, что поспорить, а уточнить. Вот когда мы слышим это утверждение, что российский футбол деградирует, качество падает, когда нет Еврокубков, очень сложно понять, как это можно измерить. И если 58 игроков из первой лиги поднимаются в премьер-лигу, это говорит о том, что лифт на повышение работает. Все равно работает. Он работает искусственными методами, но это не конкуренция. Допустим, я скажу вам, лимит, введены лимиты. Как будто там из Советского Союза... То есть это иностранных игроков или молодых? Нет, лимиты, допустим, молодых же. То есть молодому игроку создаются искусственные условия для попадания в основной состав. Как можно молодому игроку, который должен закаляться? Вы видели моряка опытного без шторма? Как он может стопотным моряком стать, если не попал в шторм? То есть игроки должны попадать в основной состав, пробиваясь, как бы, ну как железо закаливает. Как вы думаете, Краснодар сегодняшний, он стал бы таким Краснодаром, если бы не уехали все иностранцы и при Стружоке команда доигрывала вынужденно чемпионат молодыми, совсем молодыми? Ну еще раз, если смотреть просто на результат, то это правильно. Но я смотрю на качество игры. То есть они же многие игры выиграли случайно. Удары там Черникова, там Гривцова на последних минутах. Это были случайности. Системно они так бы не смогли в следующий сезон играть. И что показал результат? То есть невозможно с молодыми игроками, воспитанниками Академии, которые играли только во втором дивизионе или в первом, доминировать и ставить серьезные задачи. Ты вылетишь. И это руководство все понимало. И поэтому в розовых очках те, кто нормальные люди, они понимают, что это просто в течение обстоятельств, что команда тот сезон не посыпалась. Это заслуга тренерского штаба, мотивации футболистов, стройной работы клуба, что они могли компенсировать уход игроков и тренера. Это да. Но глобально это же плохо. Это плохо для чемпионата, что уезжают лучшие игроки. Там Крыховяк, еще, еще, еще Вандерсон. Это плохо. Потому что, чтобы расти, нужно конкурировать. И тренером нужно конкурировать, и игрокам. Когда сталкиваются сильный с сильным, ты прогрессируешь. Нет Еврокубка, но я смотрел два матча Зенита против Царвены Звезды и Фенербахчи. Да, Фенербахчи приезжал сейчас. Компетентные были очень обе команды. Но они по бюджету далеко не Зенит. А Царвена Звезда так вообще. Ну, там тренер хороший, израильтянин, состав. Поэтому, я думаю, у нас будут, сейчас говорят, что мы бы там конкурировать. У нас были бы огромнейшие проблемы в Еврокубках. Потому что сама лига, у меня есть просто даже цифры интенсивности нашей, сколько мы по времени играем. Мы отстаем где-то на 14 минут. Чистого игра времени от английской премьер-лиги. Вы только как думаете, 14 минут. То есть люди приходят платить, заплатили 3000 рублей на вип-ложу, чтобы посмотреть, условно говоря, 45 минут футбола. Один тайм. По регламенту 90. В английской премьер-лиге играет 64. У нас антирекорд у Акрона 38 минут. Человек приехал, час проехал из Итольятти в Жигулевск, заплатил там 500 рублей и посмотрел 38 минут футбола между лидерами. Вот о чем я говорю. Есть хорошие вещи, так как ЮФЛ, 3 возраста ЮФЛ, молодежное первенство. Если так, мы 5 лет еще будем работать дальше. Возможно, игроки появятся. Но нужно кардинально, я считаю, что все лимиты должны быть отменены, как по возрасту, так и по иностранцам. И создать конкурентнейшую среду внутри нашей страны, чтобы самые лучшие играли с самым лучшим. Тогда мы сможем через несколько лет без Еврокубки. Нам Еврокубки не нужны. Допустим, Кубань никогда не играла в Еврокубках в Советском Союзе, но она играла нечей с киевским Динамо. Перед этим киевская Динамо обыграла, там Ференс Вараш, там трешку давала или Порту, или кого-то. Приезжала в Краснодар и играла только ничью. В год, когда Динамо Тбилиси взяла Кубокубков, второй матч был в СССР в Краснодаре 2-2. 45 тысяч зрителей. Кубань, как это определялся уровень? Там и КПА, они все играли. И мой отец играл этот матч, там и Шахтер, и Днепр. То есть внутри должна быть конкуренция. И тогда ты эту конкуренцию сможешь транслировать в матчах в Еврокубках. А не так, что мы ждем оттуда, что нам сравнивают. Зачем нам сравнивать? Условно, Акрон может никогда не будет играть в Еврокубках. Допустим, я вам приведу пример такой, чтобы бить вас. Мы не играем же в высшей лиге, но мы прошли 4 клуба. Как это при хорошем уровне возможно, чтобы мы Спартак прошли, Динамо, Локомотив и Торпедо? Должно быть, знаете, как в хорошем уровне? Что про Торпедо, ладно, мы прошли, Спартак приезжает, Локомотив, трешку здесь грузит, нам и уезжает. Спартак приезжает, трешку грузит, уезжает. Динамо 5 забивает на ВТБ арене. Вот так должно быть, если ты ранг, если это нормальный чемпионат. А когда команда средняя по уровню даже первого дивизиона проходит 4 команды премьер-лиги и московских клубов, значит, что-то в нашем футболе не то. Значит, в треночном процессе, в селекции, везде что-то не то. Извиняюсь, что прерываю ваш монолог, но и в английском футболе в кубке хватает примеров, когда команда из первой лиги, то есть третий по силе может пройти два клуба примера. Есть ли благоприятный календарь? Но никогда четыре топовых клуба встречаются. Когда Манчестер-Сити, Ливерпуль, Арсенал и Челси встретятся в новом пути, вероятность, что вы их пройдете равна нулю. Я хотел бы сейчас, оттолкнувшись от этого, спросить вот о чем. Вы в интервью предыдущих ваших часто говорите и про агентов, про их влияние негативное на футбол и про то, что престиж профессии тренера он сегодня совершенно иной, Я знаю, что у вас с вашей руки, если ошибаюсь, поправьте, есть чат для тренеров футбольной национальной лиги, который вы и создали. Вот там какие проблемы обсуждаются? Вот о чем вы там говорите? Не вдаваясь в подробности, кто говорит, что говорит? Вот как эта идея родилась? И как... Меня очень сильно как бы так напрягло и как бы неприятно было, когда такие высокопоставленные известные люди имели такой разговор о том, что в России совершенно нет школы тренерской, что только иностранцы нас могут, западники там спасти, что у нас не видно никого перспектив, ну тогда давайте смотрим работу Манчини, Зенит и Симака. И все станет ясно, где какая школа. Когда люди, которые не погружены, даже если погружены в футбол, но ничего в нем не соображают досконально, как может делать оценки всему тренерскому сообществу, а еще и школе тренерской. И поэтому я всегда об этом, как болезненно к этому, ревностно к этому отношусь. Представьте, я бы сказал, на мой взгляд, что у нас нет менеджеров уровня западных каких-то компаний. Просто я не вижу их. Если бы они были, наверное, страна лучше бы жила. И поэтому, когда такие люди говорят, думают, что о футболе можно так судачить и говорить со своей колокольной, то это немножко вызывает недоумение. То есть, какую вы имеете компетенцию, допустим, вести такой диалог. Я несколько раз уже говорил с руководством, с нашим, чтобы со мной поспорить о футболе или поговорить о футболе, у вас должен быть соответствующий уровень, чтобы вы могли понять, а я мог вам донести информацию. Я из футбольной семьи, то есть, с молокоматери впитал, то есть, мой отец профессиональный футболист, мой дед профессиональный футболист и арбитр. Я с шести лет занимаюсь футболом, десять лет посвятил детско-юношескому футболу. Восемнадцать лет профессиональная карьера без пауз футболиста. Десять лет тренирую. И человек, который три года в футболе, он мне говорит, что мне нужно делать. Когда, допустим, Геркус говорит Семину или Смороцкая в сзади пошире, в атаке пошире, в обороне поуже, я думаю, у вас что-нибудь нормально? Геркус это не говорил. Нет, но Смороцкая это сказал. В раздевалке, как человек компетентный, да, может это вообще, но если ты соображаешь что-нибудь, как ты можешь зайти в раздевалку, сказать профессиональным футболистам свое дилетантское мнение. И это как бы нормально. И никто не сказал, ты что, или вы на вы там ее, да, как вы, что вы делаете? Критика должна быть. А у нас все это схавали и все молчат. Тренерское сообщество молчит, все нормально. Почему боятся, боятся там влияния, а я как бы не боюсь. Потому что я за свои слова отвечаю. И я же говорю, чтобы со мной поговорить, вы должны такой же уровень иметь, чтобы понять меня сначала. И поэтому очень сложно. Поэтому я понял, что надо как бы свои мысли транслировать более широко. Тренерам, молодым тренерам или свой опыт, который я имею, донести. И мы создали чат. Я создал закрытый чат тренерский. Там только тренеры. Там нет ни журналистов, никого. Каждый день обсуждения. Каждый день стараюсь я что-то писать, что-то, ребята. Методики подготовки, психология игры, принципы развития, новые парадигмы. Что будет в футболе через несколько лет. Как будет он меняться. Любые тренеры. Начинают ребята, которые тренируют в детском футболе. До Бердыева, Талалаева, Слуцкий там, ну все. Черепанов. Мы их называем патриархами. Их слово закон у нас. Я всегда пишу, когда вещает мэтр, чтобы никто не кашлял и не чихал. Чтобы ни одно слово не пролетело мимо ушей. Поэтому там мы надеемся зародить. Более того, мы хотим сейчас подключить одну известную юридическую компанию, которая имеет опыт судов в КАС, да, чтобы она составила контракты такие полноценные для тренеров разных уровней, базовые. Чтобы защитить наших тренеров от таких бессовестных, как я называю, увольнений. Когда там за одну зарплату тренера пинком под зад. Вот к этому скоро мы придем. Вот будут базовые контракты, чтобы любой тренер на любом уровне мог предоставить не то, что тебе там кинули, скушай, нас ешь, а приходилось с готовым контрактом, да, там какие-то вещи можно, параметры будут изменить. Но глобальные, вот, они должны быть вот такие, да, чтобы тренер был защищен даже на юридическом уровне. Потому что я считаю, что самая незащищенная категория из субъектов футбола, будем так говорить, это тренеры. Потому что увольняют кого? Тренеров набирают, набирают агенты, формируют состав агенты, спортивный директор, но это бывшие агенты. А отвечает тренер. И из-за того, что хочется работать, да, идут на компромисс. Да, я готов работать, что-то делать, но потом вот это все всплывает. А это не моя фраза, это одного методиста, главного методиста Александра Марьяновича в Краснодаре. Он мне сказал, что первый враг игрока и футболиста это вродитель, а второй это агент. Вот если двух врагов этих победить, то футбол станет лучше. Давайте про Акрон поговорим. В Акроне подобных проблем нет, или об этом мы бы, наверное, узнали, но все равно. Вот часто говорят, что надо двигаться поэтапно, часто говорят, что надо двигаться согласно инфраструктурным, финансовым, прочим возможностям. Вот Акрон сегодня к пример лиге готов. С точки зрения работы, функции клуба абсолютно. То есть у нас есть вещи, те работают, которые у нас, во многих клубах премьер-лиги даже не задумывались об этом. То, что у нас работает. Криоз, сауны, медицинское обеспечение, фармакология. Она на уровне, наверное, пятерки, шестерки клубов РПЛ. То есть я был в Самаре, я знаю, что в других клубах творится факель, потому что у меня там игроки бывшие играют, в Урале знаю, как все обстоит. Ну, мы многие команды бьем просто по то, что у нас есть, потому что президент это четко понимает. Любые вещи, которые мы просим, он старается выполнять. Особенно то, что касается, ну, то, что нельзя украсть. То, что поставил Криоз, она ее никто не украдет. Она стоит, поставил аппаратуру, лазер, поставил, условно, МРТ, поставил там капельницу. Все это работает, не украдешь. Оно все здесь для футболистов. В этом проблем нет. Проблема сейчас одна, это стадион. То есть, ну, это самая главная, конечно, проблема. Вот. Ну, глобально мы могли бы играть там на солидарность арене или там еще где-то там здесь быстренькую реконструкцию торпеды. Это, на мой взгляд, вот есть ситуации, которые связаны с Аланией и с Оренбургом, когда тормозят искусственно команды, которые по спортивному принципу добились повышения в классе либо возможности играть в стыковых матчах, их блокируют на основе каких-то регламентных решений, сравнивают Владикавказ, сравнивают Стамбулом. Ну, мне очень странно. Есть такое понятие, как регламентные нормы. И если когда они принимаются в виде документальных каких-то историй, да, вот, правила проведения чемпионата, какие-то допуски, если все согласились, и вы играете чемпионат по этим правилам, то в конце уже говорите об этом стране. Об этом надо говорить. Если не было ни одного прецедента, если в нашей стране все так четко, тогда да. Но когда тысячу раз меняли регламент по ходу, вы наказали клуб, наказали регион целый. На год еще оставили ФНЛ. А сейчас попробуй выйти, сейчас конкуренция уйти, там уже ушел тренер главный, который был идеолог. Команда потеряла вот эту страсть уже. Как вот сейчас Фальсиленко правильно сказал, что это же ударило по команде. То есть представьте, еще на год остаться там, когда же люди... А люди разве не стареют? Допустим, там Георгий Абияни, там тот, тот, тот. Они на год уже стали старше. А могли бы этот год в премьер-лиге провести? То есть получается регламент дороже судьбы? А у тренера год работает. То есть Гогнев мог бы работать в премьер-лиге. Он теперь нигде не работает сейчас на данном этапе. Потому что год пришлось опять заморозиться там. Личка за год еще, слава богу, смог выйти. Вот это слава богу, что случилось. Такой вопрос возник. А у вас Павел Морозов боится, как вы думаете? Он не боится меня. Почему? У нас с ним были несколько стычек таких, которые касались и житейских вопросов. Но я считаю, что лучше открыто ругаться, но дело должно двигаться. Если мы между собой можем ругаться и какое-то недопонимание какое-то у нас быть, но мы делаем дело, клуб продолжает двигаться дальше, мне не надо с ним дружить. Я не приехал с ним дружить. Он меня нанял для того, чтобы я сделал профессиональную работу. Я делаю как бы, ну как вам объяснить? Он не является, он является хозяином клуба, но клуб работает не для него. Раз ты сделал клуб профессиональный, и ты уже имеешь базу болельщиков, клуб сейчас служит болельщиком. не Морозову. Я не служу Морозову. Нравится ему футбол, не нравится, или нравятся результаты, нет, я служу болельщикам, которые есть в Тольятти, в Самарской области, и Новосемейкино. Я им служу. Ключевая задача, для чего мы делаем. Не ради чего, для. Для этого я отдаю, ради этого я беру. Вот мы делаем для людей, которые приходят нас смотреть, которые в интернете смотрят матчи. Мы для них это все делаем. И теперь уже мы не можем говорить, я считаю так, я решил так, я буду делать. А тысячи, которые за нами. А как мы это можем объяснить? Любое наше решение, мы должны, оно должно быть честным. Оно может быть неправильным, но оно должно исходить из чистых помыслов. Что мы хотели как лучше. Вот так, но мы не смогли сделать. Потому что у нас не хватало квалификации, у нас не хватало ресурсов, то-то, то-то. Но когда решение ангажировано, если всплывают подноготные, там откаты, еще что-то, тогда все. Тогда ты не имеешь права уже как бы находиться на этой орбите. Ты как бы уже, ну как ты уже с черной, уже у тебя там змея тебя укусила, ты как бы как укусил Адамова яблока. Все, ты такой же стал. Поэтому как только на эту дорогу встанешь, ну, как, не только как человек, как клуб, ты потеряешь вот эту, почему Акрон считает народной командой? Потому что она, как Спартак, да, это не ведомственная команда, это команда частная, но она какая вот искренне играла. Где-то хорошо, где-то больше там повезло нам, но людей же не обманешь, они чувствуют искренность там в посыле, которое команда давала. Своей игрой, своим отношением, когда люди там на карачках в мяче из пустых ворот выбивали. И людям это понравилось. И поэтому ни в коем случае нельзя это опошлить какими-то такими сомнительными решениями в будущем. Я просто почему об этом спрашиваю? Вот в театре, в кинематографе есть стереотип, что если актер начинает пытаться снимать спектакль, то это уже не актер, это режиссер, нельзя быть и актером, и режиссером. То, что вы говорите, многие вещи, при том, что они глубокие, сильные, да, но это вещи, которые выходят, наверное, не за уровень компетенции тренеров, но это вещи, которые, наверное, больше менеджерские. Еще какие-то, нет? Я еще раз говорю, если менеджеры компетентные, если я когда общаюсь с ними, они об этом задумываются, я тогда не делаю эту работу. То есть они должны тогда этот сами, то есть клуб молодой, все руководство клуба это молодые люди, которые еще, ну там, моложе меня даже, но Павел Анатольевич, он мой ровесник, мы с ним ровесники, он там на несколько дней старше меня, на неделю. То есть мы с ним ровесники, мы одной школы, воспитания, одной культуры, одного временного среза, все остальные моложе. В футболе никогда не работали на таких должностях. То есть ни генеральный директор, ни спортивный не работали, у них нет опыта работы, поэтому я прилагаю еще дополнительные усилия, чтобы свой опыт, который я имею, передать. Если вы умные люди, возьмете его и потом сделаете его своим. Вы скажете, да, вот он был, он сказал, я не требую, я не ставлю, что это я вам сказал, я просто хочу как лучше. Если у меня есть понимание, я предлагаю, я не настаиваю, я предлагаю, что так бы было лучше. Почему? Потому что так делал Бышевец, так делал другой. Я видел, как Ванштейн, царство небесное, в Томске руководил клубом, как там Степанов, как было в Самаре. Я видел двух-трех руководителей, ну, серьезных. Я видел руководителей в Дружбе, в Кубани, то есть разных видел. Я видел, как работает губернатор в Калининграде, видел, как работает губернатор в Краснодаре. У меня были, ну, на самом высоком уровне встречи. Я как бы разговаривал, представьте, с губернаторами. То есть я, ну, и я доносил им идеи. Они меня, ну, какие-то прислушались, какие-то нет. Ну, в Калининграде мне удавалось находить диалог на самом высоком уровне. Без генерального, то есть без посредников. То есть человек прислушался, то, что я говорю. Значит, это как бы имеет роль. Если есть компетентность твоя выше моей, ты сможешь меня, я тебя послушаю. Если ты сможешь меня убедить, я возьму твою информацию. И даже не то, что я возьму и буду использовать дальше, потом в своей работе. Так должно строиться, а не как бы выпячивать эго. Футбол, это не для эго. Футбол, это высшая революция случилась, когда тотальный футбол. Это на поле тотальная, да, вот как коллективная игра. Но то же самое за пределами поля. То есть если эгоистичные люди побеждают в каком-то клубе, эго на первом месте выдвигается, разрушается все, эго рушит все. Здесь ты должен отдавать. Если кто-то лучше меня, я ухожу в сторону. Потому что я вижу, что он лучше. Он может мою работу сделать лучше. Я уже тогда не могу стоять на его пути, потому что клуб должен постоянно ставить задачи выше, выше, выше. Если ты как бы ничего страшного нет, я, допустим, с огромной любовью вспоминаю работу в Калининграде. Хотя она закончилась для меня лично неудачно, но она позитивно закончилась для клуба. Потому что мы сделали свою часть работы, положили кирпичики, на которые следующий Игнашевич положил следующий, и они вышли в премьер-либо. Я очень рад за них. Ну и мы были частью вот этой работы. На каком-то пути нужен был другой тренер, другие игроки, и все это сделали. Вот так я вижу это. А не сидеть, и я знаю, и вы должны меня слушать. Нет. Я ничего не знаю. Я знаю, что я ничего не знаю. Но есть люди, которые, допустим, я в одиннадцатом классе, а вы в первый класс приходите. Но у вас должность выше моя. Ну и что теперь? Я должен, значит, закрыть рот, потому что ваше положение определяется не вашим номером, или офисом. Ваше положение определяется в вашем уровне вашей компетенции и знаний. Если вы в первом классе готовы сдать экстерном одиннадцатый, сколько таких случаев? Ну, вы знаете. Я единицы знаю. Чтобы с первого в одиннадцатый, а второй зачем я учился, а третий, а четвертый, а пятый, а шестой, и до десятого. В этой связи у меня вопрос. Вот предстоящий матч против Медиа Лиги. Да, вот вы главный тренер сборной ФНЛ, и вы играете с Медиа Лигой. Это не то, что одиннадцатый класс и первый класс. Это... Ну, я даже не знаю, как это сказать. Я не рассматриваю это как соревнование. Я рассматриваю, во-первых, факультатив, а второе, это хорошая история, которая может быть в долгу работать. Ну, например, если копировать матчи звезд в NHL, да, и в NBA, то есть это уикенд, который делается для болельщиков, куда съезжаются лучшие игроки Лиги. Там идет голосование среди болельщиков, выбирают тренера, выбирают защищенную пятерку. Но там играют только профессиональные игроки. Да, 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 но они играют между собой. Но принцип тот, то есть определение статуса звезды. Что такое звезда? По твоему контракту, по твоей статистике твоей в Америке существует как бы арбитражный суд для игроков. То есть я хочу получать контракт определенный, я должен иметь статус звезды. Что определять? Если я не был на матче всех звезд, я не являюсь звездой официально. Да, у меня может быть там контракты с Nike, с Adidas, но пока я не съездил на матч звезд, я не являюсь в глазах медиа и общественность звездой, потому что я должен, меня должны выбрать туда. Ты, может быть, пять раз там, Овечкин какие-то пропускал, но первый раз, когда ты ездишь, ты официально получаешь статус звезды. Я воспринимаю это как привилегию поехать туда. То есть меня выбрали, 20 тренеров работает в лиге, едет один. Едет, ну не я, едет наш штаб. То есть нас выбрали из трех там пул был, я не знаю, как это происходило, точно не понимаю. Эксперты, болельщики. То есть было Талалаев, был Бердыев, был наш штаб. То есть по каким-то причинам они не отказались или что-то произошло, выбрали нас. Я воспринимаю как привилегию поехать на первый матч всех звезд в лиге ФНЛ. То есть там будут ребята из второй лиги. И думаю, что игроки так должны относиться. Мы можем сделать хорошую историю, чтобы, может быть, это в следующий раз будет проводиться внутри чемпионата, в уикенд, по ходу чемпионата, чтобы все были в хорошей форме, чтобы не было чемоданного настроения. И не обязательно играть, допустим, против медийщиков, можно играть против сборной легионеров. Можно кучу вариантов придумать. Но это хорошее, и футболисты так должны воспринимать. Поехать на федеральном канале, сделать там два-три слова сказать. Пообщаться в кругу таких же звезд, как ты, на уровне первой лиги, но таких же лучших игроков. Самых лучших игроков. Там два-три дня провести вместе, поговорить о чем-то, мы там посидим, кофе выпьем. То есть в такой обстановке с журналистами пообщаться, снимут тренировки. А самое главное, еще показать болельщика Махачкалы, я думаю, что придет много, свое мастерство. А дети ваши, которые будут смотреть, ваши родители, ваши близкие, будут же смотреть это все. Да, там, условно, там, Глушков, Никита, или там, Ильдарушев, Саид. Родители будут смотреть. На матчи всех звезд. Это же круто, крутая история. Просто она пока еще не обрела форму, но в перспективе, там, зародовая, как мы смотрим, на кусок мрамора, но внутри там есть уже статуя. Я вижу там статую. Если правильно подойти, если правильно, правильно там все сделать. И может быть, это будет в длинную. И так даже, я так это воспринимаю. Я тоже хотел бы отдохнуть, поехать там женой к детям, но это меня мотивирует. Поехать и хорошо сыграть, показать с лучшими игроками хороший футбол, обыграть соперника. Мы, кстати, мониторим. У нас в Москве сидит шпион. Мы смотрим, что они делают. Вы имеете в виду медиалигу? Конечно. Последний вопрос я хотел бы спросить. Вот вы готовы к премьер-лиге? Лично вы? Я имею в виду не тренерские компетенции. Я даже не могу, наверное, четко этот вопрос разобрать. Да вот внутреннее ощущение, что я готов к тому, что будет в ней. В тренерском соревновании. Да, вот с кем угодно. Я вот так отвечу. Несколько лет в Калининграде у меня там были прям мечты. Мне снилось премьер-лига. Я понял, что это неправильный посыл. Вот сам ментальный, он неправильный. Все. Вот надо сейчас как ритм должен быть. Что такое ритм во Вселенной? Да, это постоянно перепад и повторение этих перепадов. Да, я понимаю, циклы бывают хорошие, да, когда ты там, тебе говорят, потом перепад, и ты ничего. Вот этот ритм, он будет сохраняться. И надо сегодняшний день. Вот для меня вечность – это сегодня. Потому что вчера я уже все, это все, что было вчера. Будущее я не знаю, как будет. Сегодня вечность для меня. Сегодня я должен получать удовольствие от общения в Акроне. Сегодня я делаю, завтра я не знаю. И думаю, готов ли я, какие критерии будут завтра? Не знает никто. Сегодня вечность я делаю здесь. И если я получаю удовольствие от работы здесь, потому что я вокруг любящих людей нахожусь. А если поставить меня сейчас условно выдернуть, представьте, растет растение, которое привыкло к определенному климату. Вот оно, там дожди, там такая погода, рядом Волга дует на это растение. Его берут, так раз вырвали. И там, где песок, плюс 20, и все. И ты там растворяешься, ты там не можешь пустить корни, ты не можешь там расти, потому что там не хватает бризов с Волги или дождей. И это так работает. Поэтому своевременно должно быть все. Я еще раз повторю. Семен моему отцу сказал, будь сначала 48, потом 47. То есть всему свое время. Придет время, когда этот переход, возможно, он будет. Он должен быть зафиксирован. Пришли, здесь работа сделана, хорошо сделана, качественно, руки пожали, сейчас новый шаг, нужно сделать новый шаг. Тогда это будет правильно. А сейчас я получаю удовольствие от Волги, от Тольятти, от Акрона и от общения. И у меня как бы сумасшедшая мотивация. Вот я как бы говорю каждый день, я даже спать, там Галецкий говорю, он там 4, я сейчас уменьшил сон на час искусственно. Потому что у меня драйв от работы. Да, я там лишний час смотрю футбол, лишний это, и как бы сейчас чувствую себя отлично. Занимаюсь там 2-3 раза в неделю спортом. И хотел, казалось, надо 7 часов спать. Мне сейчас 5 хватает вот за глаза. Вот я еще один час выделяю на работу. Поэтому я в нужном месте в нужное время нахожусь. Поэтому так вот отвечу. Спасибо. Евгений Калешин, главный тренер Акрона, пожалуй, самый яркий тренер нашей Футбольной России на сегодняшний день. Был гостем программы Футбол России. Мы увидимся через неделю. Не прощаемся. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ